библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги Иисуса Новина это такое маленькое примечание к предыдущим главам я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет и так вот только что было несколько глав посвященных разделу земли хана да то вот каждое племя получает по жребию определенные наделы дальше будет жить в пределах этого надела и господь сказал Иисусу велится нам Израилевым выделить города для убежища как я повелел вам через Моисея чтобы всякий кто случайно без умысла убьет человека мог бежать туда и найти там убежище от кровной мести пусть он бежит в один из этих городов станет пред городскими воротами расскажет старейшинам города что произошло что имеется ввиду за убийство в общем-то наказание это кровная месть родственники убитого убьют убийцу а если это случайно убийство без умысла вот он может убежать это в пяти книжей в паре мест предписывалось и наконец это осуществляется но смотрите пусть встанет перед городскими воротами расскажет старейшинам города что произошло его должны впустить город и дать ему место для жилья соответственно он должен изложить свою историю старейшинам не просто кто угодно любой убийца пользуется этим правом но только если он уговорит старейшин что он вправе его не должны выдавать мстителю так когда он придет за ним ведь убийство было неумышленным а прежде между ними убитым не было вражды вот соответственно объяснение что значит неумышленное убийство когда не было вражды не было мотива когда просто вот несчастный случай пусть убийца живет в этом городе пока не предстанет на суд общины соответственно суд может его оправдать или вынести ему смертный приговор или пока не умрет верховный священник при котором это произошло тогда убийца может вернуться домой в тот город откуда бежал смерть первосвященника такой срок амнистии закрытия всех этих уголовных дел но я выражаю современным языком за сроком давности городами убежища были провозглашены кедыш галилея в горах нефалима шахем в горах ефрема кирья тарбату из хеврон горах иудеи а также города на восток от иордании и рихонской реки а бессер в пустыне на плоскогорье земля рувима рамот в галааде земля гада гулан в башане земля моносии постановили что всякий кто совершит неумышленное убийство будь то израильтянин или переселенец живущий среди израильтян может укрываться в этих городах от кровной мести пока не предстанет на суд общины есть еще вопрос про левитов как быть с ними вот про них следующая глава